Прогуляться вдоль моря на набережную Александра Зрячева в эти дни приезжают не только жители города, но и его гости. И многим правила поведения там неизвестны. Напомним, с прошлого года в месте культурного отдыха запрещено употреблять алкоголь. Однако вредная привычка для многих отдыхающих сильнее закона. Вы знали вообще, что здесь 5 кризис? Знали? Стоимость, все равно нарушаем кризис, да? Ребята за противопотребление алкоголя на Ягринской набережной знают, но вредная привычка оказалась сильнее. Теперь в отношении них будет составлен протокол об административном правонарушении. За первую половину дня он уже шестой по счету. Набережная имени Александра Зрячева – это место культурного отдыха граждан. И без внимания полиции в настоящее время ее оставлять нельзя. Потому что в настоящее время с приходом теплого периода времени составлено уже 77 административных протоколов. Эта цифра, конечно, меньше, чем в аналогичный период прошлого года, но все равно она довольно-таки большая. За короткое лето прошлого года сотрудники полиции составили более 200 протоколов. Напомним, употреблять алкоголь на Ягринской набережной запретили год назад, после того, как она была передана в ведение парка культуры. За распитие грозит штраф от 100 до 300 рублей. В особых случаях предусмотрен даже арест до 15 суток. Если мы вернемся там на несколько лет назад, то вся набережная была уставлена просто бутылками пустыми, и люди ходили, спотыкались. Поэтому то, что на сегодняшний день происходит на набережной, я считаю, что это положительное направление. В целом, инициативу поддерживают и сами посетители пляжа. Меньше мусора, меньше непотребного поведения. В общественных местах, наверное, все-таки недопустимо. В некоторых случаях. Ну, либо в каких-то отведенных местах, скорее всего, ну, как палатки. То есть, ну, не более. Для тех, кто правила о запрете алкоголя до сих пор не усвоил, на набережной в ближайшем времени планируют установить специальные информационные таблички. Олег Савин, Александр Осенков, Вестник, Северодвинска.